АПЛОДИСМЕНТЫ Я готов отвечать на вопрос? Ну, если девушка, например, детей ненавидит, а у парня, например, проснулся в ботеринский инстинкт. Отцовский, я думаю, да? Проверь надо за руку идти к врачу или это нормально? Переливание крови сирить. Это слишком кочминский способ, по-моему. Переливание крови. Кабикей. Да, можно съесть мозг, просто не париться. Давайте так. Да, когда до 10 лет, то есть, начнёт есть так. Ну, на самом деле, это более индивидуально. Можно, тот, кто не хочет ребёнка, может убедить того, кто хочет, что это лучше не надо. Можно убить или убедить. Ты слишком какой-то варвар. Прекрати. Хорошо. Я думаю, достаточно просто подождать. И тот, кто хотел ребёнка, переходит. Да. Ну или наоборот. Окситоцин и вазопрессин. Это получается один материнский, а другой отцовский? Окситоцин — это материнский, вазопрессин — отцовский. То есть... Нет, они выделяются и у тех, и у других, но отвечают... Чем они отличаются, вот если, допустим, у мужчины выделяется больше, например, окситоцина, например, меньше, чем... Ну, в принципе, функциональные особенности окситоцина... Ну, практически, да, на самом деле. Просто помимо этого всего окситоцин и вазопрессин — это ещё и гормоны. Вазопрессин — это антидиуретический гормон, который влияет на обмен воды в нашем организме. Вот, окситоцин на выработку, на функциональность молочных желёз, например, на сокращение матки влияет. То есть он больше по женской части, но, в принципе, он, похоже, влияет и на мужчин. Вазопрессин регулирует его. Его много? Если его не много, то что? Если его много, то он выводит. Если его меньше, да? Вот ты говорил про то, что если в шоколаде, допустим, какие-то нейромедиаторы содержатся... Я говорил про финил и соми. А, про шофинил и соми. Они там содержатся, но если мы их съедим, это не подействует, потому что они расщепляются. По какой мере их надо употреблять, чтобы подействовать? Насколько я знаю, нужен именно эндогены, которые вырабатываются у нас в нервной системе. Другие... То есть если себя вливать, то это не поможет? Работать через слизистые, ты можешь просто рассасывать. И если другие вещества так работают на ней... Большая часть других веществ является нейлотиламинами, о которых ты сейчас говоришь. Что? Мой вопрос такой же. Что является первопричиной? Именно выработать вот этих нейромедиаторов... Первопричиной чего? Первопричиной эмоций. Первопричиной – это раздражитель. То, что происходит в окружающем мире. Дальше идет восприятие от нами, потом эмоций. Эти вещества все усваиваются через слизистую оболочку? Они находятся уже в организме. То есть у них общий теоретический механизм усваивания, да? Они не усваиваются, они уже там. Они уже в нас. Они нас заполонили. Допустим, можно замешать коктейли... Почему мы до сих пор не бьем дофамин пачками? Это не хироид. Зачем нам нужны хироид, амфетамины? Почему у них дофамин и пшал, коктейли это... Вещества? Все решляк. Были эксперименты, и оксидоцин закапывали в спрей. Можно себе купить спрей. Можно. Это будет дорого. Да, дорого. Ну, вообще, я не знаю, насколько это доступно. Есть, не другое. Если какие-то проблемы происходят, в процессе можно укалывать, он продлиется. А вот по рецепту... Вы к чему-то пришли, по-моему, сегодня. А где нет, это сокращение маски? Да, давайте сокращать маску, даже если у нас ее нет. Я не хочу, я пойду. А, да, подожди. А можно ли поменять антикнировидиатор, который работает в организме? Например, что-то у нас вызывало страх, и мы применяли в своей стране. Извини, пожалуйста. Поменяли способ реакции. Допустим, что-то вызывало у нас тревогу, мы поменяли, нам это оболонается. Может такое случится. Можно конкретнее, ну, может, пример какой-то, я не совсем понимаю. Ну, есть действительно вопросы по изменению своего мировоззрения с помощью психологии? С точки зрения вот этих вот реакций, возможно ли поменять свое... Ну, возможно, тут имеет место толерантность. То есть, например, если мы боимся пауков и очень часто видим пауков, мы перестаем их бояться. Это становится что-то около части нашей, да. Вот, у меня такой вопрос. В каком случае одни и те же вещества, которые являются и гормонами, и нейромедиаторами, в каком случае они действуют как гормоны и как нейромедиаторы? Вот я знаю, например, допустим, у ситоцина, если его вести в организм, то он будет прежде всего воздействовать на мускулатуру матки. А эмоции там какие-то он, ну, как, не знаю, не будет так называть. В каком случае, то есть, вот эти вот гормоны, они в любом случае есть в организме. Если их недостаток или переизбыток, то появляются заболевания. Ну, как они там потом быстренько бегут в нервные синосы, там, делаются? Они разносятся кровью. Это могло быть весь и так. А как это контролируется? Это нервная система им дает такой сигнал или другие гормоны? Дело в том, что нейромедиаторы, они не по требованию там появляются. В нейронах есть их определенное количество, и когда нужно, они, собственно, вбрасываются в межсинопическую щель. То есть, они пополняются периодически, а потом вбрасываются и имеют свой эффект. Вот есть, например, если недостаток в асокресина, там, называется несахарным диабетом, очень серьезные болезни, ну, приводят, там, недержание, нарушение диурета. А как это влияет одновременно и на функции нейромедиатора? Или прежде всего он уходит в асокресина, а в остальных функциях уже там недостаток не сказывается? Ну, для начала мы нечасто с детьми контактируем так, как отцы матери, да? То есть, он больше влияет, на самом деле, на физиологическую вот эту вот часть, то есть, ну, тут самый несахарный диабет и так далее. Например, адреналин и норадреналин антагонисты по физиологическому действию. А как насчет эмоций? Они похожи, адреналин более жесткий. Он нам говорит прям, прям, беги, 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 бей, бей, бей. А норадреналин выделяется часто в повседневной жизни. То есть, например, есть эффект норадреналина возбуждающий. То есть, например, мы лежим на кровати. И не можем заснуть. Мы думаем о том, что завтра я буду читать лекцию. И из-за этого у нас уделяется норадреналин. Это, по сути, расценивается как стресс. Но он возбуждает таким образом нервную систему, эмоции, можно сказать. Антагонисты по действию, он просто слабее. Норадреналин слабее. Он в другую сторону везет. Он успокаивает? На примере сердцебиения, например, адреналин повышает часто в связи с этим сокращением норадреналин повышает. Да, хорошо. Он действительно уменьшает часто в сердцебиении. Я считал, что он влияет на сокращение сосудов. Не сокращение, а сужение и расширение. То есть, как следствие того, что происходит с сердцем, да. Вот так вот бывает. Это еще, по-моему, это хорошая причина немножко усомниться в том, что я сказал, и самим все прогуглить. По-моему, цель достигнута. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...